Московский Центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации опубликовал список 500 лучших школ России за 2014-2015 годы. Основные критерии оценки – результаты ЕГЭ и Олимпиад. Магнитогорск в этом списке лучших школ страны представлен четырьмя учебными заведениями – школами номер 5, 56, многопрофильным лицеем номер 1 и школой номер 8. Подробнее о том, как радовались победе коллектив и учащиеся восьмой школы, Галина Смирнова. Восьмая – одна из первых городских школ, ровесница системы образования Магнитогорска. В этом году школе исполняется 85 лет. В топ-500 лучших учебных заведений страны это учебное заведение попадает уже второй год подряд. Я рада, что наши дети показали такой высокий результат. Естественно, что это работа всего коллектива. Мы работаем на итоговую аттестацию, мы очень серьезно занимаемся Олимпиадами, мы хотим, чтобы дети развивались, творчески подходили не просто к обучению, а именно с творческой стороны. Ну и вот получили такой результат. Я горда. На сегодняшний день восьмая школа. Это два здания, 110 человек педагогического состава, 1740 учащихся. А также, по словам директора Татьяны Коноваловой, большие амбиции и далеко идущие планы. Уже давно в школе сложилась убежденность, что в конкурсах, олимпиадах нужно не просто участвовать, а побеждать, занимать призовые места. Из свежайших достижений – золотая победа выпускника восьмой школы Кирилла Воронина на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в этом году в Индии. На сегодняшний день одна из приоритетных задач восьмой школы – переход на федеральный государственный образовательный стандарт. По сути, это внедрение нового подхода к образованию. Одна из составляющих – продленный учебный день. То есть на уроках учебные компетенции дети получают, а после уроков они получают другие компетенции, которые, может быть, даже не связаны с учебными. То есть дети у нас находятся до четырех часов, в ней учебная деятельность, кружки, секции, разные виды деятельности задействованы здесь. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, для нас администрации пока что не очень понятно. Но мы первый год в этом направлении занимаемся, и вот это для нас сейчас очень важно. О престиже школы свидетельствуют гранты, лидирующие позиции в рейтингах и, разумеется, наполнеемость школы. Не так давно администрация провела небольшое исследование, в результате которого выяснилось, что из 1740 человек лишь 40% – это дети, проживающие рядом со школой. Остальные едут из Ленинского, из Орджоникидзовского районов, со всех концов города. И это то, что называют народным престижем, который, вероятно, ценнее всех государственных рейтингов. Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.